Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Сейчас идут подготовительные работы по установке затворов для перекрытия закрытого отводящего канала. Уникальная операция по обследованию гидротехнических сооружений Смоленск АЭС. Наши ребята в этом году победители и призеры смогли отдохнуть в санаториях Болгарии и Владивостока. В День знаний награды получили более 100 активистов школы Росатома. Легендарный танцевальный коллектив Абхазии посвятил свое выступление 25-летию концерна и 35-летию Смоленск АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня 20 728 мегаватт, что по году составляет 101,7%. О техническом состоянии Смоленска АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой-второй энергоблоки суммарная нагрузка 2025 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Блок номер 3 с 18 августа в текущем ремонте. Работаем по графику пуска. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск АЭС ведутся плановые работы по подводно-техническому обследованию гидротехнических сооружений. Персонал цеха обеспечивающих систем выполнил уникальную операцию по установке затворов для перекрытия закрытого отводящего канала. Сегодня проводим уникальную операцию. Сейчас идут подготовительные работы по установке затворов. Для перекрытия закрытого отводящего канала с целью проведения работ по подводно-техническому обследованию. Обследование гидротехнических сооружений атомной станции – плановая работа. Она выполняется раз в пять лет для подтверждения проектного уровня безопасности и оценки эксплуатационной надежности подводных элементов гидротехнических сооружений. Проводят подводно-техническое обследование специалисты Центра аварийно-спасательных подводно-технических работ «ЭПРОН». Завершится их экспедиция подводных работ на площадке нашей станции в октябре. К этому времени предстоит выполнить водолазные, гидрографические и гидроакустические обследования с оценкой эксплуатационной надежности всех гидротехнических сооружений. 1 сентября в образовательных учреждениях города-спутника Смоленск-АЭС стартовал очередной этап проекта атомной отрасли школы «Росатома». В День знаний самых активных участников образовательного проекта более ста школьников, их педагогов и родителей честовали руководство города и атомной станции. Торжественная церемония награждения стала одним из многочисленных мероприятий нового учебного года. Во всех школах Десногорска прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. По традиции их почетными гостями стали смоленские атомщики, руководство городообразующего предприятия, ветераны Смоленск-АЭС, представители администрации Десногорска, общественных организаций, депутаты городского совета. Ученики, просим вас, как родители, как старшие, открывайтесь тем познаниям, которые передают вам наши учителя. Они передают свои знания, передают свой опыт. А учителей просим быть потерпимей нашему молодому поколению. И когда будет полное понимание, тогда получится хороший результат. В новом учебном году школы Десногорска распахнули двери для 3040 учеников. В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех делах, терпения, преодоления трудностей и целескновенности. С праздником! Более 370 десногорцев пошли в первый класс. В жизни первоклассников, впервые переступивших порог школы, настал новый этап, наполненный удивительными открытиями и важными достижениями. У старшеклассников, выпускников впереди год выбора профессии и дальнейшего жизненного пути. Активистов школы Росатома, более 100 школьников, педагогов, родителей, в День знаний на центральной площади города честовал глава Десногорска Андрей Шубин и заместитель директора Смоленской станции Анатолий Терлецкий. Они выразили надежду, что в новом учебном году Десногорское сообщество школы Росатома пополнит свои ряды новыми участниками проекта. Благодаря поддержке Росатома, концерна Росэнергоатом, Смоленск АЭС и администрации города в Атамграде реализуются социально значимые проекты, направленные на повышение качества образования, развитие талантливых детей, улучшается инфраструктура образовательных учреждений города, проводятся различные конкурсы и мероприятия. С 2016 по 2017 год в образовательном проекте атомной отрасли приняли участие 66 детей, учащихся школ города и учреждений дополнительного образования, 5 воспитателей детских садов, 11 учителей. Десногорские зрители, давно полюбившие зажигательное творчество государственного ансамбля народного танца «Кавказ», вновь встретились с талантливыми артистами. Зал с трудом вместил всех желающих прикоснуться к настоящему искусству. «Росатом» и его электроэнергетический дивизион, концерн «Росэнергатом», уделяют пристальное внимание культурному развитию территории присутствия. Проект «Территория культуры Росатома» успешно действует уже много лет. Жители нашего города имеют возможность совершенно бесплатно знакомиться с лучшими образцами исполнительского, театрального и художественного искусства нашей страны. Коллектив народного танца «Кавказ» приезжает к нам в город не впервые. Каждый раз они стараются представить свои танцевальные композиции наилучшим образом. Так хорошо нас принимают, как в обе город мы не приезжаем, так тепло нас встречают. Мы как-то породнились, знаете, вот мы как будто работники атомной станции. Вот так вот мы себя тоже так чувствуем и сюда принимают так прекрасно. Мы каждый год программу так меняем, не меняя название танца, сам танец меняем, середину меняем, что-то новое, что-то убираем, что-то добавляем, возобновляем. В этом году приезд коллектива приурочен к юбилею 25-летию концерна «Росэнергоатом». Артисты не чувствуют усталости и выступают с полной отдачей. В концертную программу вошли 12 танцевальных композиций, а также выступления музыкального ансамбля. Зрители увидели незабываемые танцы народов Кавказа, как быстрые и ритмичные, так и плавные и лиричные в великолепном обрамлении живой музыки. Коллектив ансамбля постарался разносторонне представить культурное богатство и традиции своей родины. Были исполнены танцы, посвященные любви и преданности, достоинству и женской чести, дружбе и братству народов Кавказа. Мастерство и неиссякаемая энергия солистов покорили зрителей. В зале не умолкали овации и крики «Браво!», аплодировали артистам стоя. Очень прям довольна, понравилось, впечатлений масса. Заряд энергии просто сумасшедший. Хочется петь, веселиться вообще. Молодцы, просто ребята молодцы. А танцы, костюмы были клевые. Все понравилось. А впечатления свои? Вот такие. Замечательно, что они приезжают ежегодно к нам в Десногорск. Мы радуемся вместе с ними. Председатель первичной профсоюзной организации «Смоленская АЭС» Юрий Кузнецов поблагодарил артистов за яркое и солнечное выступление, ставшее прекрасным подарком жителям города Десногорска в честь юбилея концерна «Росэнергоатом». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленская АЭС». Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин